Всем привет! Вы слышите грузина Алексидзе Халицкидзе? Халицкашвили? Ну, я думаю, семья из грузин и среди зрителей, они могут мне подсказать, как правильнее было бы грузинифицировать моё имя и фамилию. Потому что я всё-таки веду, извините, Грузию к мировому господству на планете, надо бы как-то всё-таки по-грузински что ли действовать, я уже молчу про то, что Гамарджоба не сказал вам всем. В общем, если вы не видели первую серию, случайно откроюсь на эту, то лучше перейти к первой, ссылка есть в описании, либо в верхнем правом углу она появлялась. Спонсоры канала традиционно видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну, а мы продолжаем. Уровень сложности «Божество». Карта «Расщеплённый фрактал». Кстати, на «Расщеплённый фрактал» не очень даже похоже, между прочим, она какая-то пангея, хотя я думаю, когда мы откроем всю карту, будет понятно, что это «Расщеплённый фрактал». И двадцать цивилизаций, мы пока даже и половину не встретили, только четверть, похоже. Боже, как я рад, что я тут смог город всё-таки поставить. Как меня тут этот подселял китаец всё своим, пусть он хотя бы, я думал, поставить сейчас на оливки. Но нет, я смог дождаться. Так, апгрейдим в каравеллы. Тут первая. Тут вторая. Ускорили исследование. Отлично. Да, пошли сразу в массовое производство, нам нужны гавани. Учёного я вообще могу получить, в принципе? Нет, нет, без шансов. Поэтому давайте сначала военную тактику. Чтоб хефсуры были, может попробуем как-то в золотой век выйти. Блин, десять ходов. Я опять не смогу в золотой век выйти. Это что-то нереальное похоже. Какая тут красота. Как охалкалаки будут быстро расти-то у меня. Верфи ещё дадут производство на клетках морских. Так, тут всё обработано. Тут всё обработано. Сколько зарядов? Ну, идём постепенно сюда вниз. Там все эти города надо в Кутаиси вообще отправить рабочего, кстати. Я не знаю, мне вот на этом треугольничке не хочется центра коммерции. Ну, да, да. Я понимаю, что верфь имеет бонус производства, равный бонусу золота за соседство района. А гавань имеет плюс два центра города, а центр коммерции плюс два от гавани. Но, блин, у меня золото нормально. Вот тут у меня производства будет не хватать. Промышленная зона просто даёт сама по себе за соседство здесь, видите, плюс один будет. И гавань нормально и так за соседство района получит. То есть, мне кажется, тут лучше промышленную зону построить. Ну, что-то, там бар не нужен, кампус. Я не хочу пока клетки тут эти покупать. Ну, как бы, я даже с панамки нормально-то, как ни странно, для меня. Так, Виктор в Амало приехал. Тут, значит, всё на производство и еду. Да, блин. Ну, уже одна библиотека и сейчас вторая. Я, наверное, в следующем... Да что, в следующем? Уже можно, давайте, в Вавилон. Отправлю. Пускай уже идёт две науки в ход. Чё тут ждать? Сейчас ещё библиотека, ещё две науки. О, кстати, забываю продавать стратегические ресурсы. Слушай, чувак, давай, может, лучше... Вот, поторгуем счастьем. Теперь алмазами. Ага. Ну, вот, давай я тебе дам железо. Раз тебе так надо. И лошадей я тебе дам. Блин, ну всё мало. О. Отлично. Так, Хефсуры, Пикинёры, Темпломайор. Темпломайор мне вроде негде ставить. А, ну, хотя есть озеро. Ну, всё равно, чё, я буду тут Темпломайор строить, что ли? Я что, дурачок? Три. А, ну и так, и тут три. Нет, надо... Монумент надо быстрее завершить, конечно. Так, поплыли исследовать мир. Вот этот момент в Циве я очень люблю, когда вы, наконец, можете плавать по океану, и у вас сразу такие просторы открываются. О, Северный Ледовитый, ну, знаменитый Тбилиси на побережье Северного Ледовитого океана. Всё как по секретным документам. Ммм, пожалуй, я выкуплю вот эту клетку, вырублю здесь лесок. Четыре. Так, четыре. Я хочу сюда вот прибыть. Так, тут мы пропустим ход. Я хочу вот здесь промышленную зону поставить. Мы не будем там ничего строить пока. Ты только в Телаве, да? Во всех остальных городах у меня что-то строится, да? Да. Красотыща. Ты чё, охренел? Думаешь, себе... Фломастером лицо разрисовал. Всё можно? Что, как я загрязняю море? Ты чё, охренел? Это у меня даже никаких выбросов, по-моему, нету. Чё там у него? Так. Меняем... Меняем, конечно же, на торговую республику. Кампус плюс сто. Скидка на улучшение юнитов. Это пока не надо. Видимо, поставлю на содержание юнитов. Это убираем. Что у нас тут ещё есть? Поселенцы. Торговую федерацию ставим, конечно же. Первый посол. Золото от каждого вашего посла. Мне иногда спрашивают в комментариях, что ты не ставишь вот эту карточку. Ну, блин, у меня сейчас там сидит шесть послов. Плюс одно золото в ход. То есть, это плюс шесть золота в ход. Когда у меня восемьдесят шесть золота. Ну, то есть... Блин, зачем? Зачем мне ещё больше золота? Наука и культура важнее, по-моему, например. Другое дело... Что мне тут ещё поставить? Ну, возможно, республиканское наследие. Все города с района получают жильё и довольство. Почему нет? Театральное это не надо. Вот опять же... Мне даже вот эта карточка больше золота даст, чем вот эта. Потому что у меня пять караванов, то это будет десять золота в ход. Уже, как минимум. Поселенцев я не буду строить. Чудеса не буду строить. Да, давайте, наверное, республиканское наследие. Ну, как раз тут недовольство было. Вот так. Эта клетка к талаве относится к талаве. Вырубаем. Ставим промышленную зону вот сюда. Так. 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 Ну, и, наверное, так пока... А, подождите. Нет. Как канди обрабатывает лошадей. Мне важнее, чтобы канди больше росло. Так. Тбилиси. Покупаем клетку. Что мы тут хотим построить. Амбар нет. Монумент нет. Древние стены нет. Центр коммерции. Кампус. Кампус. Нет. Я, наверное, тут театральную площадь. Если я буду строить, то именно театралочку. Плюс три за счет района. Но я не хочу этих оленей вырубать, конечно же. Я театралку тут поставлю. Тогда сначала мастерскую, потом театралку. Вот так. Поступим. Что там наверху? Что там на востоке? Ох, сейчас мы всех повстречаем. Как, а? Еще пастбище плюс одну пищу. Так. Ну я по ходу госслужбу... Хотя пять ходов. Пять-шесть. В принципе, можно еще пять-шесть. Есть ли у меня что-нибудь открыть? Морскую традицию могу открыть. Блин, ну мне не хочется вот, знаете, два хода. Мне не хочется вот эти маленькие цивики открыть. Потому что они всегда неплохо их открыть, когда требуется что-то ускорить. Ну, поменять карточку быстро. Поэтому пошли в гильдии уже. Откроем госслужбу. Фиг с ними. Слушайте, я по культуре даже впереди. Вместе с Педро. Альмадоваром. Прикольно. Так, дружба с Китаем из стекла. Ну, конечно... Конечно... Вам может быть скучновато, что я с соседями дружу вовсю. Я не понимаю, почему так получилось. Почему они такие, блин, дружочки? Да, на рост давайте. Так, там рост. Еще раз, ни с кем торговать. Ртуть с малину. По-моему, мне ему нечего дать. Там черепахи... Жене, черепахи никому не нужны, я так понимаю. Ну, да, это как бы... Как будто он понимает, что этот ресурс не дает нифига. 730 армия, 192 армия. Мне кажется, Кахмера там выносит. Есть такое ощущение. Да, кстати, мы можем уже этим скаутом тоже поплыть. Ведь, может, сверху исследуем. Может, там какое скаута можно отправить. Или так просто скаутом будем тут хоть открывать эту территорию. О! Я нашел, куда можно скаута отправить. Здравствуйте, женщина. Что у вас есть на обмен? Блин, одна черепаха бесполезная абсолютно. Блин, она, небось, высадится и заберет эту руинку. О-о-о-о, я не забираю мою руинку. Кристиночка. Обрабатывать или нет? Эту клетку. Я так думаю, что мы ее будем вырубать в будущем все-таки, чтобы рядом с правительственной площадью что-то поставить. Кведук готов. А теперь тут можно промышленную зону делать. А тут дамбу. Боже, тут будет промышленная зона, а потом в итоге плюс семь, потому что еще и дамба добавляет соседство. Так. Ага. Теперь я хочу акведук здесь. Тоже, чтобы добавить производство. Новый континент, племенное поселение. Сколько ходов? Семь. Ну, смотрите, хефсуры. Четыре. Может открыть? Нет, я не успею цехи открыть, блин. Ну, хефсуры как минимум четыре очка, да? То есть это будет пятьдесят шесть метр, и очка не хватает. Лошадей. Я лошадей не использовал, это одну очко. Так. Железо использовал. Ну, я сейчас, наверное, кучу народу повстречаю. Нет. Знаете, мне пока нужны лошади. Вот плавая каравелла, и мне надо всего же двоих встретить. И будет зашибись. Нет. Женщина, я не торгую. Женщина, я не торгую. Не надо улыбаться. Жилье и довольство. А эти дают довольство и два жилья, но с двумя и более... То есть на Пингалу только. Не, это пока лучше. Это пока лучше. Гильдии. Два рынка. О, слушайте, а я же союзы могу, наверное. О. С монголом и... С китайцем. У меня, кстати, лучше бегают к монголу. Поэтому я бы с ним экономически заключил. Ну, в принципе... Может, и железо? О. Давай так лучше. Так. И... С китайцем, давайте, культурные. За три железа готовы все продаться просто. Отлично. В общем, по-моему, я так понимаю, пересчитают. Ладно. Не буду тогда пока здесь... Ферму делать. И здесь шахту. Тут все обработано, так? Ну, давайте я вот эту клетку выкуплю. Чтоб Пекину не досталось. И здесь. Халкалаки вообще быстро должен расти. Как на дрожжах. Рыбку обработаем. Причем... Швеция каким-то прям не... Так, Магнус в Каспи прибыл. Не кораблями, а прям скаутом плавает. Какая совместная война? О чем-то? Этот Педру фиг знает где. Зачем? Вот он где. Так. Раз мы союзы заключили, то надо к ним ко всем отправить... Юниты исследовать территорию. О! У меня крутой район. Да, ну короче, я уже, я думаю, в Золотой Век вышел. Если что, Хевсуров куплю. И будет не хватать. Так, я сразу... Сразу дамбу хочу. 7 ходов, да? Я бы тут мастерскую купил. А дамбу начал бы так строить. Плохо мастерская, там 400... А, 390. Хорошо, куплюсь следующим ходом. О, вон у вас кто-то невстреченный. Гильгамеш Акиенги. О, ты Гильгамеш такой... Мордастенький. Бравастенький. И прачники атакуют. Я точно на божестве играю вообще? Я не знаю. Почему... А, я уже попалил к этим парням. Я не знаю, что там с ними происходит. 2 очка, 5 ходов. Даже, наверное, может и Хевсура не понадобится. Сейчас всех встречу. Так, так, так. Так, так, так. Ну, я бы, конечно, деньги лучше на покупку рабочих тратил. Под... В городе с губернатором Лян. И тут бы, наверное, мне бы больше хотелось именно в меркантилизм выйти. Ну, рынки я точно не построю. Это я никак не ускорю. Красота. Как на дрожжах, я вам говорю о Халкалаке. Ну, нет. Нет, не хочу я. Торговать ресурсами ни с кем. Тамирис благодарит Чингисхан. То есть, где-то скифы есть. Защитник Великих Ленин. Еще одна эпоха. Ой, еще одна очка эпохи. Так, верфи можно будет строить. Да не, я думаю, тут уже понятно, что в Золотом веке мы все... Давайте я тут все-таки обработаю это поле. Да, что так быстро клетки тут добавляются в Ахалкалаке. Вроде даже монумент не строил там. Тут непонятненько мне. Смей еще одну цивилизацию встретить какую-нибудь и все. А, еще осталось 4 хода. Я думаю... Так, канди недостаточно жря. Ну, мы и так тут все в производстве. Правда, скоро акведук будет построен. Ух ты, Манаус, как ты всунула, а? Какая какашечка бразильская. Бразильская какашка. Она, если честно, грузинам не пара, не пара, не пара. В индустриализацию. Стоит ли спешить в индустриализацию? Ну вот, а что мне тут... Мне юниты не нужны вообще. Давайте будем честны. Индустриализацию я так быстро не ускорю, как и прямые паруса. Просто потому что у меня не будет... Хотя, кстати, пока прямые паруса... Я, наверное, могу ускорить. Блин, я в Тбилиси хотел... Нет, не в Тбилиси. Где-то я хотел мастер... Я в Каспии хотел мастерскую купить и потратил деньги на что-то другое уже. Блин, я тут у Монгола-111 науки. Ничего себе. Так. Ну, давайте меньше претензий генерирую. За себя проголосую. 100% при строительстве зданий в этом районе. Наверное, в промышленной зоне я бы хотел. Там даже интересно, за что компьютер проголосует. Мне в комментариях писали, что против Компана Божестве вообще легко дипломатии победить, потому что он всегда за одно и то же голосует. Но я не знаю. Я закономерности не обратил внимания никакой. В центре города плюс 100% к производству. Господи. Ну и Педро. Нормально. Бонусы следствия промышленной зоны центра коммерции. Так, ну вот. Бонусы про промышленные зоны я бы хотел поставить. Наверное. Давайте так. Я понимаю, что я хочу мастерскую, но... Я сейчас заменю эту карточку строителей. Так. Подожди. Рейну на соседство пока рано. У меня тут, наверное, еще одного губернатора в какой-нибудь город. Так. Тбилиси растет. Я бы, наверное, в Ахалкалаке губернатора сейчас посадил. Ну, пока даже и Аммани, почему нет. Просто тут скоро закончится жилье. А губернатор как раз его даст за счет зала для приемов. Обработали. Тут все уже обработано. Ну, поехали в Каспи. Вот это вырубим. Так, я бы попытался, наверное... Блин. Шумер даже руинку свою не собрал. О, гэшечка культурная. Тут только Гильгамеш ее встил. Кати Махенджи Даро на такой карте офигительную. У него... Если бы он ее союзил нормально, и районы нормально бы ставил, то у него бы была бы культура, потому что она дает... А, подожди, или это пресную воду она дает. А, это жилье от воды. Нет, это фигня. С кем я постоянно путаю? С Нанмадолом путаю Махенджи Даро. Да, потому что и там, и там Дефис в названии есть. Очень похожие названия, сами понимаете. Город с Дефис... То есть до меня Улан-Батор и... Санкт-Петербург практически одинаковые названия, потому что и там, и там Дефис. Да, кстати, я так могу мастерскими... Тут мастерская, да? Тут мастерская уже есть. И тут я куплю. Четыре хода. Вполне могу ускорить. В дипломатическую службу идти. Сразу в меркантине, что она даст вообще? Создавать шпионов и... Ну, вообще, учетные банки хорошая штука. Ладно, давайте. Так. Так, так. Я вот думаю. Три хода. А, так все, я уже в золотом веке. Тогда да. Ничего не думаю. Празу покупаю строителя. И тут меняю карточку. Плюс 100% соседства промышленной зоны вместо строителей. Да, все остальное красота. 10 производства от промышленной зоны. По-моему, очень круто. Ну, очень круто. А достроим дамбу. Вон, четыре хода осталось. Будет вообще 12. Как шлем в дар хоккейные клюшки. Соленую сельдь брусничную. Хоккей хоккейные? Серьезно? Хоккейные клюшки? У них уже чемпионат по хоккею в Швеции проходит? В 660 году нашей эры? Нормально. При том, что хоккей канадцы изобрели. Так. Ну, я думаю... Я думаю, надо вот это всякое производство тут... Обрабатывать. Рабочих сюда отправляем. Ну, вот тут, наверное, шахту поставим. Или плыть. Давайте вот так сделаем. И так. И поплывем напрямую. О, как хоккей. Хорошая ГГшечка. Ну, в принципе... Будет театралочка, наверное, в Мохенджи дорог. Гигантов. Рапануи. Театралочка будет в тему, короче. Давайте амфитеатр. И Каспий сколько стоит? 390. Так, следующим ходом надо будет купить тут мастерскую уже. Военный лагерь. Торговый путь. Дорога гигантов. Это для наземных юнитов. Плюс 5 к боевой мощи получают. Промышленная зона в Кутаисе плюс 4. Верфь. Ну, тоже давайте мастерскую, а потом кампус уже. Так, Канди, Акведук завершили. Тоже мастерская 6. Промышленная зона 6. Давайте. Мастерскую. Кампус где-нибудь нормальный, может быть? На плюс 2. На плюс 2 так себе. Но я не вижу тут, чтобы какое-то чудо сделать, чтобы театралку, например, нормальную можно было поставить. Как? А как монгол так ломанул науку? Мне вот непонятно. Внезапно. Он уже вон как впереди. А вообще лидер по науке Китай. Вообще такая странная партия, честно говоря. Я таких вот научных лидеров еще не видел. Китай и Чингисхан обычно совершенно другие цивилизации. Лидируют по науке. Ну, сверху тут скорее всего Маурир. Даже видны его границы, поэтому поплыву-ка я вниз лучше. И здесь, наверное, тоже вниз. Может, мне пока стоит никого больше не встречать. Попробуем так плыть, чтобы никто не встретился. Так, тут покупаем мастерскую. И следующий. Нет, еще два хода. До ускорения. Так, тут я, наверное, клетку не смогу купить. Да, не смогу. Ладно, подождем. К Руставе. Плюс два производства. Кампус десять ходов. Давайте кампус. Мы тоже, наверное, мастерскую купим. Ой, блин, тут плюс четыре было. Ой, я дебил. Как всегда промахнулся. Тут риф. Ну, вот. Тут хотя бы я заметил вовремя. А не потом мне в комментариях напишут, что Леша промахнулся. Тут я сам заметил, что мимо. Да. Жаль. Жаль. Реально жаль. Все делегации приветствуем. Всех любим. Странно, что ко мне так хорошо все относятся. Малишка ей даже не нравится, когда нету религии у игрока. Нет? Так, там какой-то голосование. Наверное, кризис какой-то был по поводу какого-нибудь города. О! А вот и золотой век начался. Икрей встретил. Но это уже после начала, то есть, засчитается, это в следующий век, я так понимаю. Военный кризис не принят, военный кризис принят. Так, вот учетные банки я бы поставил сейчас. Даже, наверное, вместо послов. Потому что все остальное мне надо. Ну, нифига, я даже не знаю, куда их пока сейчас посылать. Пока просто некуда. Ну, вот как я и думал, монгол героически вышел. Так. Тут надо подумать. Здесь живут драконы, точно нет. Значит, либо монументальность дешевле... Не, я лучший реформ денежного обращения. Просто кучу бабла буду получать. И точно так же смогу за деньги скупать рабочих. Так, еще руинки нашлись. Ну, пять ходов, но в следующем ходу он индустриализация ускорится. Универ, монумент... О, сколько тут? 14. Дамба достроилась 14 производства просто. Так, давайте разведывательное управление здесь, конечно же. Так, тут сначала... Сделаем лесопилочку. Тут купим... Да, два хода, лучше какую-нибудь другую клетку он выкупит. А здесь производство организуем. Тбилиси, амфитеатр готов. Амбар не нужен, монумент не нужен. Кампус не нужен. Ну, верфь. Четыре производства дополнительных. И эти клетки дадут. Да, давайте верфь. Запретный город построили. Чё-то он ввел, он постоянно из рук в руки переходит. Паундмейкера, бандар брюне, озарение для пороха. Там что озарение для пороха? А, оружейную. Это, наверное, вряд ли. Торговый путь Рапануэ. Центр коммерции, всё тоже вряд ли. Вахалкалаки. Вот, как раз недостаточно жилья, но сейчас... Ладно, давайте. Ну, тут... Он просто обрабатывает все вменяемые клетки, на самом деле. Пока этот город, так что... Что отменять, что не отменять. Тут то же самое. Какой-то... Огромный флот Маури поплыл. Блин, да что у вас все только черепахи какие-то? Что за говнище? Кстати, у меня уже черепахи работают. Я думаю, надо выкупать эту клетку. Чем больше мы клеток обрабатываем, тем нам лучше... Что нам оставлять эту клетку Чингисхану вообще? Что он нам такого сделал? Такой же дружочек-пирожочек, как и в себя. Так. Халкалаки город-курорт должен быть. Типа Пицунга или Гадр. Да, я знаю, что это абхазские города, а не грузинские. Так, все. Ваши неразрешимые противоречия оставьте при себе. Одно производство... Как-то маловато, да? Знаете, наверное, уже в универы тогда по... Или шпионов. Давайте шпиона построим. Слушайте, тут... Уже скоро будет разведывательное управление. Пингаву, конечно, уже стоило бы в Тбилиси пересадить. Так, кампус готов. Так. Хм... Хм... Палмы. Так, тут просто кампус, да? Без библиотеки. Давайте, наверное, библиотеку... Выкуплю клетку и следующую в очередь поставим гавань туда. Да, я знаю, что тут больше соседства, но это очень приятные крабы. Тут не хочу их убирать. То есть, это дополнительное жилье для города. Сейчас Чингис... Опять Вавилон кто-то перекупил. Кхмер? Подождите, а что, Кхмер теперь с монголом воюет? Нет. А кому-то, Мчингис Ханлайн объявил тогда, я не заметил. Так, вырубаем. Ну все, мы тут уже все обработали. Что еще? В лесе... В лесу. В лесу лесопилочку поставим. Ух ты, книгопечатание продвинули. Ух ты, порох продвинули. В фигасе. Еще и задание Бандарбрюнея выполнили, получается. Так, а Халкалаки может опять расти. Ммм... А что далекие два университета? Ну да, я вряд ли успел бы его построить. Их построить. Так, Леонора, похоже. И... Турция. Да, я уже в лидеры по науке вырвался. И по культу... Чем они занимаются вообще? Я так понимаю... Знаете, у меня такое ощущение, что просто они не умеют на расщепленном фрактале играть. То есть... Видимо, эта карта не для игры против божества. Надо было просто Пангею какую-нибудь... Ну, вы проголосовали. Так, вот хотелось вам... Посмотреть партию на расщепленном фрактале. Да, Сурсик, реально... Так... Ну, я хочу Вавилон захватить тогда тоже. Если там попер монгол. Уголь, похоже, у меня и вещь. Индустриализация. Централизация. Угу. А еще... Раз, два... Раз, три, да. Ну, хоть тут уголь есть. Так, давайте тогда, видимо, вернемся. Будем обрабатывать его. Так, тут клеточку. Отлично. И гавань тут построена, да? Маячок теперь. Как вот шумер не может с этими варварами разобраться? Я не понимаю. Вниз поплыву. Хоть, а где тут я еще видел? Вот. Руинк увидел. И вот еще руинка. Цвета бурст. Цвета турка, как лавки, колонны флейм. Как... Как финикия. Алиэнора. И за кого она играет в этот раз? За Англию, похоже, да? Да. Мистахи сипик. Она там Кри. Мутузит. Ну, давайте... Давайте книгопечатание откроем, чтобы больше инфы получать. Что мы в порох пойдем, чтобы камен... А... Собственно, пороха у меня нету, да? Ну, у меня, конечно, тут офигительно с ресурсами. То есть, это еще, слава богу, ноль. То есть, я даже пороха не вижу, в принципе, на карте нигде. Ну, селитру я имею в виду. Селитру не вижу. У меня не было ни лошадей. Лошади появились только благодаря вот... Когда Канди захватил и вот эту клетку обработал. Конечно... Очень странно. О! Кстати, у тебя гипс есть. Хоть кого-то встретил, с кем можно торговать хоть чем-то. Представляете? Ну, золото в ход. Нормально. Это меня устраивает. Еще одну ггшку захватили. Ну, это вот тоже какие-то ресурсы есть, но, видите, не двойные. Не, сорян, чувак. Не особо мне это надо все. Мехико вынуждена жить в войну в Швеции. То есть, Мехико... У вас еще есть Мехико на карте, и... Оно, видимо, чей-то союзник. Очередной флотовой броненосец. Броненосец. Отлично. Это я люблю. Сразу... Два очка эпохи дают. Я, наверное, перемещение возьму. Вряд ли я тут с кем-то на море воевать буду. Шпион. Готов даже два шпиона. Так, ну, фабрики. Фабрики делаем. Давайте одного, наверное, врумчи. 5,36. Где тут побольше денег? Блин, я же хотел отправить юниты исследовать территорию моих союзников. Вообще забил на это. Но тут надо постоять, посмотреть. Может быть, вот эти три юнита оставлю. Может быть, получится апнуть. И мокшу возьму последнего. Нанимаем, и... Канди. Давайте, наверное... Знаете, наверное, пингалу пересадим в Тбилиси, а мокшу тогда в Телаве. Так, пингалу, Тбилиси, мокша, Телаве. Телаве можно на производство чисто. Тут пока на рост. 444. Если есть в игре... Мали. То Телит деньги надо только туда отправлять. Потому что там всегда будет просто немерено... Баближше. А, кстати, а больше и не... А, вот, врумчи там плюс 44. Ну ладно, все равно надо же как-то... Прокачивать потихоньку. Да, тут... Я бы даже сказал... Может, это она лояльностью так захватывает? Польска стронг. Хорошо не в соседях. Помните, как... За Китай, Польша... Какие цвета у Польши... Немецкие. Блин, тут вообще так цвета поперемешивались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Еще семь... Семь цивилизаций не встречено. Что, договоримся с турком о проходе? Что-то много вон... Так. За железо готов прям... Ага, тут уже некуда. Теперь турку еще и с местом не повезло. Хм... Пять вверх. Вот тут, кстати, Рейна прокачанная будет очень в тему. С такой верфью. Ну, давайте верфь, потом фабрику. Потом можно и библиотеку. Так, Каспи. Фабрика, универ. Канди. Фабрика. Пока все так, оставляем как есть. Как у нас тут... С караванами мне интересно. То есть, а почему он плюс один дает, если у меня карточка стоит к союзнику? И он мой союзник. А, вот тут правильно написано. Плюс три, плюс три. Так, пройдемся по городам еще. Рост, рост. Все верно. Тут только производство. Тут рост производства, рост производства, рост производства. Тоже можно на рост пока включить. Класс. Немножко просела культура, потому что пингалу пересадил. Все-таки он там солидный прирост давал. Блин, надо, наверное, как-то попытаться Вавилон захватить. Давайте вообще глянем, кто-нибудь вообще лучше, чем я расселился. Есть такие из тех, кого я встретил? Потому что, судя по всему, у всех просто тупо мало места. На этом расщепленном фрактале. И мне опять почему-то повезло. С местом. Не, не буду. Хотя, может, блин, поставить первого посла и кинуть... Это сколько, четыре, да? Кинуть в Рапану и Махенджи Даро. То есть, чтобы культурка шла. Так, я сначала хотел посмотреть количество городов. Что-то меня... Восемь, да? У Монголии семь. У Китая семь. У Бразилии... Не, ну семь как бы нормально. Кстати, у Англии только три города своих. Остальные она забрала у Кри. У Османа восемь. Нет, семь тоже. У Кхмеров маловато четыре. У Польши раз, два, три, четыре, пять. Вот, у Польши восемь. Ну, я бы сказал, что в тесноте получились только Кри с Алейнорой. У Маури маловато место. Остальные так, в принципе, о. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Лавенту захватила Мали. Ну, я бы не сказал, что прям мало места. Ладно, давайте, наверное, апнем юниты тогда. Попробую все-таки Вавилон тоже захватить. В золоте. В золоте. Так. И поставим первого посла вместо культуры и науки, наверное. Так, сделаем. Значит, посылаем Махенджи Дару Рапануэ. Рапануэ еще заодно засудирение мы окружающую территорию откроем. Испания, вон там Испанец у нас. Так, ну а Махенджи Дару просто... Ну, то есть, у нас уже амфитеатр один построен, чтобы уже иметь культуру с этого дела. О, Испанию встретил. Так, плаваем броненосцем. Давайте с шумером о проходе договоримся и полечу там... ...своего скаута. Вот там варвары, которых он добить никак не мог. Блин, у него даже этого сперли. Вы знаете, тут может быть проплыв? Мне кажется, нет. То есть, просить... ...право прохода, думаю, не стоит. О, а вот и Мехико. Так, а как же нам тогда тут кругосветку организовать? В Тбилиси верфь завершена. Давайте... Неизвестный игрок получает... Стой. 8 очков. 8... Это может быть Россия, как вы думаете? Своими лаврами. Кстати, похоже. Вот видите, как быстро... Как быстро писатель на 2080... Не знаю, это какой... ...15-й ход. Да, я думаю, Россия есть в игре. Просто к тому... ...свогу ли я с ней тягаться... ...может, лучше просто архе... ...ладно. Нет. Ладно, археологически. Могу ли я тягаться с ней за художников? Ой, еще какие-то два. Иерусалим встретил и... ...Мехико. Так. Это лаве. Апаем. Но этого некуда апать. Копейщиков и варболейки. Блин, мне вообще надо два арбалета сделать. Ну, чтобы ускорить литье. А где у меня еще один лучник? У меня это больше лучника, да? Вот он. Что-то я не думаю, что у меня этого хватит. А селитру, наверное, конечно, никто не продаст. А ее даже нету ни у кого. Блин. А, это я порох искал. Слушайте, я порох искал вместо селитры. Поэтому он нигде не находился. А, селитра все-таки есть. У монгола ее завались. Просто три месторождения. О. Четыре. Четыре месторождения у монгола селитры. Просто завались, реально. Была бы эта сетевая игра, и был бы у меня в соседах монгол. Не забрал бы он меня на лошадях. Он бы вот на селитре пришел, и все. И мне было бы... С таким количеством селитра у меня ее нет. Я не знаю, как тут можно защищаться. Ну вот. Хорошо, он вышел в мушкетеры, да? Имеет 55 силы. Что мне тут открывать, чтобы с ними драться? Стрельцы и пикинеры 55, но они имеют минус 10 против мушкетеров. Что тут? 44, 48. Не только на кирасиров можно было, или на кавалерию надеяться. То есть, как-то вот туда быстро лететь. А если мы на одном уровне в развитии, то это проигрыш. Ну, потому что он уже в мушкетерах и апнул их. Ну, я не знаю. Нападать, не нападать. Ну, точно надо не мечникам это делать. Это вот прям стопудово. Еще, кстати, вот это можно в осадную башню апнуть. Мечника он убьет. А, ну, я следующим ходом нападу на Вавилон. Так, находим источники. Сколько зарядов? Три. Нормальный рабочий. Так, ищем источники. Тут почти 500 денег можно будет своровать у Мали. Лагерь варваров. Не, поехали вверх. Ну, выполнял обещание, которое дал Китаю. Так, как там Бразилия с Китаем повоевали? Кто-нибудь у кого-нибудь города захватил вообще? Тут китайских городов нету, а у Китая Куритиба. То есть, Китай у Бразилии захватил город. Вообще, удивительные цифры. Лидер по науке Монголия. Лидер по культуре я. Это все очень странно. Ну, вообще, я, на самом деле, потому что мы не встретили Россию. Я думаю, что у России, на самом деле, будет больше культуры почему-то. Уберу тут уже золоченность. Так, в Канде еще не хватает жилья. Жилья. Фабрика, фабрика, фабрика. Блин, как мне нравится эта производственная площадь на 14, да? Ну, камень, конечно, надо убрать тут. Тут надо какую-нибудь тоже театралку поставить скорее. Давайте глянем. Да, плюс 3. Театралочка плюс 3. И тем более, тут еще... Чеченица. Вот тут какое-нибудь чудо рядом с центром города тоже было бы офигительно всунуть. И оно бы еще давало на театралку соседство. Как Вавилон-то быстро падает. Так, ну это точно надо. Кабул заключил мир с Вавилоном. Почему? А, потому что у него всю зерену перестала быть Монголия. Кстати, паровой двигатель продвинулся, потому что у меня броненосец был от флотоводца. Ну, давайте. Объявляем войну Вавилону. Я думаю, что... Я не буду его атаковать. Пускай Монгол следующим ходом. Но мы, наверное, сможем его забрать. Мне такое ощущение. И на этой радостной ноте я, пожалуй, эту серию завершу. Продолжение завтра. Спонсоры, как всегда, продолжение видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. И болейте за Грузию. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.